йоу всему сап чуваки с вами джонни хавер и наши паузы становятся все больше и больше все длиннее и длиннее все реже и реже я пущу я не знаю честно когда чё наладится чуваки ссори ссори об этом будем друг говорить в другом видео я наверное что-нибудь выложу на этот счет тут у нас новая совет сессия чуваки совет сессия я не знаю насколько вам сильно слышно шум за окном ремонт тут ли тут ремонт в квартире посудомоечная машина работает я не знаю человеке это мои подкасты и ордена первое перед тем как кто-то там ну знаете люди бывают закрывают видео сразу же не слушают ничего ну типа не понравилось начало видео они взяли про скипали его поэтому о чем первое сказать что пока еще не анонсировано но у меня будет тусовка в конце июня в москве с моими ребятами короче все подробности будут в следующих роликах наверно или в инстаграме я выложу короче тусовка в конце июня для москвы кто не из москвы тоже может покупать билетики и приходи чоки так что вот я очень excited я хочу увидеть со всеми пацанами я хочу видеться с вами хочу ахуена провести время это будет приурочено к моему дню рождению поэтому лауки я вот вам сейчас уже говорю что все будет чоки что еще да сейчас ну как мне кажется я резко редко постил потому что я болел чуваки тут реально была болезнь я не знаю сначала подумал что а корона второй раз в итоге корона мне не подтвердилась я сдавал анализ и это короче непонятно какой-то вирус я сейчас опять сдал второй второй раз кровь типа посмотреть как он мутировал не мутировал короче неважно было хуёво мне чоки 30 секунд прошло сначала видео можно материться и фильме хуёво было сейчас нормально не особо хочу здесь спекулировать как мне было плохо тыры-пыры короче было прям плять хуёво вот сейчас лучше ну точнее вообще хорошо есть какие-то еще симптомы типа усталости но в целом все четко чуваки сегодня у нас совет сессия йо-моё и она будет называться наверное чтобы ты сделал или чтобы ты выбрал я еще не решил короче вы мне задавали вопросы я сделал такую игру то есть would you rather называется на английском типа вы спрашиваете у меня вопрос чтобы я делал и делаете типа ультиматум не ставите то или другое чтобы ты выбрал и я вот буду сейчас обсуждать этот момент и делиться с вами свои мнениями фильме вот что еще хочу сказать следующая сессия будет про отношения чуваки поэтому вы уже прямо сейчас можете но обычно я пишу где-то на стене на своей вконтакте но вы прямо сейчас можете мне в диалоге одним единственным сообщением ну типа предложение там может быть много просто одним большим сообщением вначале ставите хэштег совет сессия и дальше пишите что вы хотите написать про свои отношения про какие-то вопросы я постараюсь вам помочь и так далее скажу честно я до сих пор не понимаю какая аудитория смотрит совет сессии смотрят ли совет сессии аудитория которая смотрит мои обзоры на музыку или нет я не знаю человеке с обзорами на музыке тоже пока не понятно чуваки мне очень сильно не нравится что сейчас происходит у нас музыкальной индустрии и не хочу я негативе не хочу даваться подробности короче какая-то хуйня как-то меня все разочаровывает новые обзорщики кстати меня тоже разочаровывают что они говорят что ну как бы короче ладно я не хочу ничего творчество там задевать и так далее короче мне не нравится что происходит музыкальной индустрии все опять какую-то клоунаду уходит ёп я слушаю американскую рэп сцену чуваки я послушал тут недавно фит блю фейса последний ёп где он в церкви там поет чуваки я офигел и меня грустно за нашу индустрию короче ладно тут не про музыку потом как-нибудь скажу вам про музыку и фильме что еще хотел сказать я понял что в айтюнсе у меня охуенная статистика в айтюнсе на совет сессиях и последнюю совет сессию я не залил именно поэтому я заливаю предыдущую совет сессию скорее всего я залью и эту совет сессию также я залью на и айтюнс и вы можете послушать просто подкаст в аудио формате пока идти в метро пока вы засыпаете или просыпаетесь пока вы знаете на уроке сидите в air позе у вас в большие волосы не видно вы слушаете подкаст совет сессия для джона джона хауэра чоки и у меня там 5 звезд у меня там 1400 этих типа рейтингов отзывов чуваки поэтому пожалуйста если вы смотрите даже на ютубе зайдите по ссылочке в айтюнсе и поставьте мне 5 звезд я не знаю насколько сильно мне это помогает потому что толку от этого в принципе пока что нет но наверное это заставляет других людей заходить на эти подкасты также и слушать наверное так работает деньги естественно никакие не получаю короче подкаст на совет сессия найдете тоже будет я просто посмотрел чуваки у нас нереально крутая статистика и я вам всем безумно благодарен ну что касается статистики да наверное это как бы круто и приятно вот я как всегда сначала кто не был на своих сессиях спекулирую о своей жизни не о чем-то еще каких-то вести в проблемах которые короче чего-то я вот хочу о чем поговорить я вначале разговариваю а потом уже обращаемся к теме нашего подкаста и фильме не знаю буду ли я это говорить в каждом подкасте об этом что вот сначала я рассказываю про одно потом я говорю другое но вот пока так получается что я почти во всех об этом он говорю да у меня тут написано о чем говорить я посмотрел мультик мультфильм сериал такой непобедимый называется и чуваки я не помню когда последний раз так кайфовал от мультфильма я пока болел я прям бинч-бочинг это называется когда знаете вы типа ну прямо захлёб смотрите прям сериал стрелу за два дня ладно может больше короче неважно там что 8 серий по моему каждая идет минут по 40 и это про супергероев на земле и он такой прямо взросленький мультик типа там с интересными поворотами прикольным сюжетом с очень таким достойным интересно очень наблюдать за сюжетом и будет еще несколько си этих сезонов уже еще плюс 2 точно будет короче щеки кто несмотря непобедимый очень советую вам посмотреть потом мне напишите как вам вообще этот сериальчик возможно возможно сразу без спойлеров без спойлеров возможно первая серия вам будет казаться скучноватой я вначале тоже не особо понял я просто видел в американском типа ютубе это хайп такой приобрело и такой блин надо чекнуть начале что-то я не понял но чувачки дайте посмотрите серию первую до конца и вас затянет ну вы точно захотите посмотреть что там дальше будет сто процентов а дальше уже посмотрите непобедимый мультик замечательный аллергии я тут написал бля чуваки я не хочу честно вам говорить постоянно жаловаться про аллергии типа пожалейте меня я абсолютно не за этим я просто хочу в очередной рассказать что вот вам не видно аллергии чоки ну возможно на вид то есть видно какой опухший сухость кожи меня блин заебала и самое противное что она просто на лице ёб на самом на том месте которым я зарабатываю пауз таки короче блять я бы отдал ручки например свои да вот чтобы ты сделал аллергия на лице или аллергия на руках аллергии на руках я бы выбрала все у меня сухость кожи на лице это пиздец меня это заебало чоки будем двигаться быстрее потому что не хочу что подкаст был целый час форсаж 9 чуваки форсаж мода freaking 9 и бля я не знаю пацаны вот вы можете типа ну молодые меня еще бесит что мне постоянно нужно свои фишки говорить по сто раз вот например я пауз сказал вы многие понимаете о чем говорится типа когда я говорю пауз когда я говорю что я зарабатываю лицом можно подумать о том что я делаю что-то очень грязное со своим лицом поэтому я губу пауз чтобы эта шуточка как бы чтобы все так запятую поставили типа а смешно смешно женя кстати у меня худи грязные чоки я не знаю видно вам или нет все мы люди все мы человеке этим это мне нравится совет сессии я хочу подчеркивать что все мы одинаковые пацаны вот я блять заслюняю ну типа испачкался у меня белое худи если я жил с мамой мне бы дали по попки нахуй и шуме но вот сейчас я сижу мне никто не может ничего сказать я сижу просто показываю свою грязную кофту и опять же и скорее всего не видно просто знаете что здесь есть пятнышко и фирме и мне на это похуй да показываю на несколько тысяч человек свое пятнышко от чего это пятнышко жень став чочки а так вот а еще вот прическа чоки смотрите как я бросил полный пиздец и я каким-то шампунем меня девочка порекомендовал девушка моя девушка порекомендовал шампунь у меня волосы стали расти я вам так скажу человеке я даже намазал себе этот шампунь на попку я пытаюсь шутить чоки я пытаюсь шутить до сих пор типа ну редко выкладываю видосы бля чуваки вот я обещаю вам когда я начинаю снимать подкаст мне блять кайф я хочу снимать дальше видосы как только я заканчиваю снимать мне опять блять не охота ничего делать и оп я не знаю что со мной делается часом и творится форсаж 9 я начинал и ушел от него я честно знаю что форсаж 9 скорее всего будет кринжовый и там уже боевик и вся хуйня и как фанат серии там включают ну после четвертой серии началось наверно полное говно четвертое еще куда не шло но я реально хотел сходить и посмотреть этот форсаж потому что форсаж 9 это как знаете так я не знаю даже с чем сравнить хотел сравнить с ассасин скридом что говно выпускают уже давно нас равно все его покупают но я фа вас ассасин скридом на не играл ну короче хотел посмотреть форсаж 9 но когда я увидел что он идет 2 от нахуй 40 или сколько там 2 часа 40 минут или 2 часа 30 неважно я такой думаю мля чуваки вы будете 230 мне показывает джона сину который оказывается брат вина дизеля и это не спойлер потому что в трейлере об этом говорится боже мой чуваки хватит ёб какие 230 блять полтора часа я даю вам ребят короче чуваки просто из-за того что 230 я не пойду на это говно на а заберите мои деньги я посмотрю не очень такой нелепый форсаж 9 но не нужно мне два с половиной часа об этом рассказывать блять как вы круто гоняете и какой виндизель брутальный чувачок на чуваки из-за этого не иду на форсаж 9 представляете не знаю посмотрю ли я его 230 факт здесь щит чуваки еще кое-что чуваки тик ток бля я так много провожу время в тик токе пацаны надо что-то с этим делать я не знаю причем у меня много планов у меня реально есть амбиции и я что-то про ябуюсь просто смотря тик токи what the fuck what the fuck и просто поймал себя на мысли чуваки что я сидел минут двадцать ёп смотрел тик ток чувака который работает очень интересная история чувак работает в каком-то моменте я не знаю какое-то местечко где очень много гольф шариков прилетает ну типа знаете забытый гольф шарики которые улетели типа в аут и за ним никто не вернулся у него такой есть специальный комбайн он на нем ездит по утрам типа собирает эти шарики потом их моет и дальше их закидывать какие-то автоматы куда гольфисты приходят и покупают эти шарики короче типа то есть это все большое пространство гольф пространство он снимает видосы как он достает наличку из этих автоматов как он моет эти шарики и самое интересное у него рубрика чуваки и причем я вот сижу и залипаю понимаете и это просто у него самая интересная рубрика это он из всех шариков которые появляются он такой он начинает коллекционировать чуваки сейчас он уже девять шариков из коллекционировал это очень интересная коллекция то есть из всех шаров он достает самый интересный и снимает на этой тиктоке я просто все ловлю на мысли что я на этом просто сижу и залипаю и мне мать весело интересно шариком какой новый шарик и короче пацан реально коллекционер шарики и там такие забавные шарики я не знаю смогу ли я сейчас вам найти как его зовут я не буду нигде оставлять его эту потому что мне лень его зовут golf корс life типа гольф курс жизнь golf course life курс и до будем вместе следить за его шариками чайки типа короче вот решил поделиться что человеке пиздец и так много залипаю в тиктоке это crazy 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 что еще хотел сказать вам я очень сильно хочу я не знаю нужно ли вам об этом короче вы постоянно спрашиваете про шмотки я типа ну так разбираюсь я смотрю постоянно на сайтах кстати however . вью это да моя страница там как какой-нибудь юпитер я коллекционирую какой-то свой mood board чуваки не понимаю почему там до сих пор не 500 тысяч подписчиков потому что как бы ну шарящих ребят не так много у нас стране и фиме так вот я ну действительно много за чё шарю знаю кучу всяких брендов streetwear брендов в америке и хочу очень и сейчас над этим работаю хочу бренд свой одежды не мерч а именно бренд бренд такой типа эксклюзив чик дорого достаточно ну как дорого блин нет нет не будет дорого будет как вот примерно все делают типа шмотки свои если собственно если прям сами вышивают буду делать бренд и не знаю и меня по я бы в перфекция перфекционист и типа мне сложно ну естественно я никогда не делаю над ебись и блять короче делать бренд прям столько в голове у меня болячек всяких я думаю а сейчас я типа ну шарю вся хуйня сделаю прям охуенно сразу с нуля сложно-сложно хочется чтобы все понравилось ну короче обязательно ждите от меня бренд чуваки я знаю что многие ждут я знаю что многие хотят это будет sold out и стопроцентное и короче ждите от меня шмоточки и фильме так по поводу видосов не знаю когда там чё скоро будут новые влоги смотрите не знаю как у меня по мудику будет как бы может быть что-то новое на канале будет выходить скоро какие-то новые короче я наверно хочу я знаю что мои мысли сейчас витают как всегда везде я наверное хочу чтобы вы больше мою персоналити узнавали нежели обзоры на очередное рэп-альбом причем опять же выйдет альбом дрейка какой-нибудь обязательно ждите обзор но я бы хотел немножко вектор сместить может быть буду делать новинки недели не знаю пока сейчас переезд в москву скорее всего короче очень много дел появляются каких-то outside of my youtube корея да не связанных вообще с ютубом типа всякая фигня всплывает поэтому чоки крепитесь я знаю что вы всегда меня поддержите когда чё у меня будет выходить и фильме так все мы наконец-таки начинаем начинаем тему нашего типа подкастика чтобы ты сделал да я собрал такие плюс-минус самые наверное но какие заметил самые интересные вопросики и на них буду отвечать сейчас чувачки и фильме как всегда напоминаю не как всегда просто напоминаю что отношения будет следующая темка поэтому можете писать мне хэштег совет сессия вконтакте в личку или в тинц нет в инстаграм не надо вконтакте намного легче меня логике пофильтровать про отношения можете что-то спрашивать я буду отвечать в следующем подкасте я извиняюсь щеки все кто кушает приятного аппетита итак чтобы ты сделал вернулся в прошлое и поговорим бы со своими предками или перенесся в будущее и поговорил со своими праправнуками про правнуки да все правильно по-любому тут знаете тут сложно потому что с предками мне разговаривать не очень интересно ну типа там какие-то про прадеды ну с ними в принципе наверное я не хочу обидеть своих прапрадедов но типа там начала двадцатого века да это ну глуповато или ну типа мне неинтересно будет скорее всего они охуеют от меня чем я охуею от них чипы чё они мне покажут как корову доить и как на лошади скакать ну на лошади скакать интересно да то есть что касается разговора диалога именно да я бы наверное с праправнуками своими болтал я бы типа такой вов чуваки охуеть но что касается будущего или прошлого чувачки я бы наверное выбрал прошлое потому что я не хочу в будущее смотреть вот вообще типа я не хочу я думаю что там уже типов если праправнуки типа лет через 100 120 сколько там это 150 все будут сидеть реально как в этом мультике вали все будут сидеть нахуй на стульях в виртуальной реальности мне очень грустно я не хочу этого я сам типа она закопался было время полностью вообще в виртуальную типа реальности постоянно сидел вот когда жил ярославль и когда такие были моментики когда я просто хаслил хаслил грандио в плане витосов я просто сидел постоянно в интернете я сейчас это наверное делаю но виртуальную реальность короче я не хочу чтоб все сидели типа общались виртуально вот эти виртуальные встречи какие-то я не знаю если мы можем если я опять глубоко пошел если мы сможем обмануть свой мозг типа вот если встреча виртуальная прямо будет адекватно ощущаться за реальную наверное это стремно но это норм но тот факт что сейчас все не общаются лично мы прям много человеческих качествами кажется прям теряем короче от этого и это не круто мне не нравится это вся хуйня поэтому поговорить наверное я бы хотел больше с правнуками про правнуками если ну реально нужно обязательно выбрать ответ да но перенесся бы я в прошлое поэтому если отвечать четко типа то наверное бы я бы вернулся в прошлое поговорил с правнуками с прадедами типа мне было не интересно но типа прошлое мне интересно посмотреть вот реально я бы очень хотел знаете что на дикий запад я понимаю что скорее всего моих предков не будет Но дикий запад Знаете, типа ковбой Я бы хотел окунуться в то время Там, наверное, легко получить пулю в лоб И там все воняют Короче, все забейте Наверное, я ответил на вопрос Дальше, что у нас здесь Чтобы ты выбрал Что бы ты сделал Стал представителем Найки или Адидас И почему Сразу же, естественно, Найки Почему Не знаю, мне просто Эта компания как-то ближе Намного больше продуктов мне нравится у Найки Вообще, если выбирать там всякие даже пумы Короче, если спорт То это Найки Я бы еще, возможно, подумал над Андер Армором Причем сейчас В Америке, я так понял, Андер Армором не очень хорошо Я бы, знаете, на что подписался На бренд Стефана Карри Вот Карри бренд Они ответвление специальное у Андер Армора сделали Для Стефана Карри, кто шарит за баскет Всем усап, чуваки Вот Вот это было бы интересно, наверное Но там чисто жесткий баскет Найк, конечно же Найки Конечно же Поинтереснее Типа Они там всякие И ног-то всякое Короче, да Определенно Найки Потому что это намного Интереснее для меня Сеточка Инфлюинсеры там Мне прямо По душе Но в Адидасе есть В Адидасе есть Дерек Роуз На ней Не, не, чуваки Найки Сто процентов Что бы ты выбрал Жить в России с друзьями Или в США без них Даем Вообще без друзей Или я бы смог бы с ними общаться По фейстайму По какому-нибудь И тут еще зависит Знаете Тут еще зависит То Насколько я успешен в США Потому что Вот сейчас я не представляю Как бы я смог выжить На зарплату ютубера Русского Да, типа В США Ну, типа Сейчас мне комфортно Вообще Но в США Мне бы было Некомфортно Сто процентов Учитывая Типа Доллар к рублю Вся хуйня Поэтому И смог бы ли я Контактировать Со своими друзьями В фейстайме Каком-нибудь Потому что Конечно же Я бы хотел Попробовать Пожить в США Чуваки Вот Поэтому вопрос Сложный Типа Много нюансов Если бы ДК бы В России Жить В достатке Наверное Неплохо Но Зная Че нас ждет Впереди Чуваки Какие дефолты Там Даже Самые богатые Люди Мне кажется Очень легко Типа Смогут Потерять Все свои бабки Вообще Короче Не знаю Че эту страну Ждет Мне страшно За нее Поэтому Наверное Жил бы в США Даже без друзей Бро Что бы ты сделал О май гад What the fuck Потерял Как вот это Людям приходит в голову Потерял ногу Или руку Если бы нужно было Выбрать что-то одно С практической точки зрения Спасибо большое Что ты мне подметила Аленочка Ой нет Блядь Это парень Ален Сука А Брат Сори Короче Я бы выбрал Фу-фу-фу Не хочу вообще Об этом говорить Но я бы выбрал Ногу Потому что Бля Ходить то вообще Беспонд Конечно так Тяжело бы было Я бы выбрал Ногу Знаешь почему Потому что Я бы тогда просто Сидел бы дома В компьютере А с одной рукой Очень сложно Типа Не поиграть даже Я знаю что Некоторые люди Я видел Вообще невероятно Крутые чуваки Которые играют Там всякими Подбородками У кого Фу Я не хочу об этом Разговаривать На самом деле Это не очень Наверное Короче у кого Пол руки нету Те там Как-то локтем Короче Всякими Разными Способами Люди Ебашит В игры Короче да Наверное бы Все таки Ногу Но Я потом подумал Типа Без руки Можно ходить Вот А так Короче Блин Сложно Сложно Одной рукой Можно в телефоне Сидеть Но играть Я не смогу Ни в джойстике Хотя я наверное Научусь как-то Блин Не знаю Очень сложно Фу Я не знаю Вообще Можно ли Типа Так долго Спекулировать На эту тему Мне кажется Это нехорошо Давай руку Короче Давай руку Вот Так дальше Чтобы ты вырвал Больше денег Или больше времени Я бы выбрал Больше времени 100 Вообще процентов Вообще Миллион процентов Я выбрал Больше времени Потому что Во-первых Вы наверное Уже все таки А я знаю Что он сейчас скажет Если больше времени Значит и денег Больше возможности Сделать больше Типа да Ну короче Да так и есть Типа больше времени Ты во-первых Сможешь У тебя больше вероятность Что ты сделаешь Эти деньги Потому что Будет больше времени Тавтология На тавтологии Но Помимо этих денег Долбанных Ты Просто короче Жить Наслаждаться Что-то Узнавать И просто Находиться Да короче Жить чуваки Это охуенно И естественно Больше времени И это если С точки зрения Жить Типа находиться На земле И не умирать Может быть Ты имел ввиду Больше времени Типа в сутках Мне вот Тоже чертовски Не хватает Порой дня Я не понимаю Как я раньше Все успевал делать Чуваки Я раньше Ну это наверное Из того что я Обленился Да нет Много факторов На самом деле Помимо того Как я хастлил Как я крутился Чтобы добиться То что у меня Сейчас есть Чуваки Вау Конечно же Конечно же Это кнопка пауза Потому что Я бы мог Что-то подкрутить Дополнительно У меня есть Много всяких Идей И типа Кнопочку паузы Я бы нажал Чик-чик-чик Замутил Или Я снял Влог Или снял Какую-то Реакцию Поставил кнопочку Пауза Чтобы у меня Не тратилось время На монтаж Я бы смонтировал Нажал дальше Пошел дальше Делать дела Общаться с ребятами Кнопка пауза Мой ответ на этот вопрос А какой ваш? Оставляйте свои комментарии Внизу И вообще Чуваки Напишите Что как у вас Дедишки в фильме Я читаю Читаю Понятно Я не все прочитаю Но Комментарии Я часто Скроллю Смотрю Поднимаю настроение Себе И Рад что Кто-то чего-то Достигает Вообще Совет сессия Типа Ребята Такие Прям заряженные Короче Безумно мне нравится Приятно читать Ваши комментарии И Еще подкаст На тюньсе Я тоже рад Что я все-таки Выложу его Просто На тюньсе Короче Саундклауде Платная подписка Нужна Чтобы Дропать Эти видосы И я Что-то Дезморальку словил И отключил Эту подписку Вот Но Сейчас я его Возобновлю Короче Все Ладно Сори Не знаю К чему Я вообще Это сказал Чуваки На твой День рождения Ты бы хотел Получить Деньги Или Подарки Я бы Получать Хотел Подарки Причем Не важно Какие Не важно Сколько Дорогие И это Очень интересно Потому что Раньше Лет Мне 17 Сказали Этот вопрос Задали Я бы Сказал Деньги Потому что Я бы тогда Сложил все деньги И купил бы себе То что я реально Хотел Но У меня так Никогда не получалось Потому что Денег всегда Не хватало На то что я хотел Я всю свою Молодость Хотел себе Мощный компьютер Ну или хотя бы Выше среднего И я постоянно Перебивался Хуем компьютером Мне постоянно Не хватало Его на какие-то игры Я всегда грустил За этого Чуваки Вот такая история Испорченного детства Да нет На самом деле У меня было замечательно Детство Спасибо моим родителям За все Что они для меня сделали Короче да Раньше Я бы сказал Деньги Потому что У меня были Какие-то реальные Идеи на них И так далее Сейчас Деньги мне не нужны Я бы выбрал подарки Потому что Получать подарки И Бывает подарок Даже самодельный Какой-то Он настолько приятно Ощущается Ты понимаешь Что человек о тебе думает Ты ему дорог И так далее Ну вообще Как бы Знаете что На мой день рождения Можно приходить Без подарка Вот реально Вот реально Я не обижаюсь Ничего Типу Ну это вообще Похуй на эти подарки Опять же Наверное Если бы я Типа Там в 17 лет Конечно же Я бы хотел Наверное Подарки На свой день рождения Но сейчас Дело не в подарках Чуваки Чем старше Ты становишься Тем чаще Тем больше Ты понимаешь Что Самое главное Это типа Отношения С людьми И наличие Каких-то Близких людей Которые о тебе Заботятся Которым ты дорог И в обратную Естественно Так же Вот эти вот Типа связи Они становятся Так редки Все потихонечку Уходят из твоей жизни В плане Ну типа Знакомые Какие-то Да Становятся Друзья Становятся знакомыми И вообще Уходят Кто-то как-то Крысит Уходит из жизни Да И остается Вот маленький Маленький Круг людей Которым ты должен Доверять И должен за них Держаться Поэтому Подарки Подарками Деньги Деньгами Короче Если на твой вопрос Отвечать То подарки Бро Что бы ты выбрал Сходить в кино В одиночку Или сходить В одиночку На обед Дай им Я бы выбрал Сходить В одиночку В кино Вообще 100% Потому что На обед Ну вот Лично Для меня Я не знаю Почему Для меня Это важно Типа Но Мне кажется Это кринжово Что все На меня Будут смотреть Что-то Хотя Это не так Но Почему-то Короче Я вот Этого Кринжа Постоянно Ловлю И Идти в Соло На обед Какой-то Ресторан Типа Другой бы Человек Наверное Бы ответил Что ему Без разницы Но Я один Не пойду На обед Никуда Мне не нравится Это Не знаю Никакую Неловко Все Буду Испытывать А вот Сходить В кино Один Я тоже Испытывал Неловкость Но я пару раз Был в кино Один И мне Это очень Нравилось Реально Типа На какой-нибудь Свой фильм Который Мне очень Безумно Хочется Посмотреть И типа Ну Я даже Не помню Блин Мне бы Вспомнить На что Я ходил Один Мне Прямо Интересно Я точно Ходил Два раза Ну Насчет Трех Вряд ли Но Два раза Я точно Был в кино Один Я не помню На что Я ходил Но мне Понравился Этот экспириенс Ты типа Такой Прямо Ну Вообще Ни на что Не отвлекаешься Еще какие-нибудь Снэки Это тоже Наверное Немножко Неловко Но ты Когда Вот В темноту Сел Типа Темно И типа Ты один Сидишь И уже Похуй Вот Короче Да Сходил бы В кино На какой-нибудь Пиздатый Фильм Который Хочу Посмотреть Или какой-нибудь Знаете Старый Фильм В английской Озвучке И ты такой Сидишь Один И кайфуешь Короче Да Обязательно Наверное Сходил бы Один В кино Почему Нет Надо Это Реально Сделать Даже Вот Так Я тебе Скажу Это Прикольный Экспириенс Если В обеде Я вообще Ничего Интересного Уже Не вижу Мне Человеки Мне в рестораны Я понимаю Что Ой Он Ноит Насчет Того Что Он Не хочет Рестораны Ходить Человеки Вообще Есть Мне Неинтересно Я раньше Видел В этом Кайф Сейчас Мне Вообще Похуй Отходить Кино В одиночку Звучит Как Что То Интересное На самом Деле Вот Что Бо Ты Сделал Если Девушка Друга Сказала Тебе Что Ты Симпатичен Бро Ну Сказал Будь Ты Че Вообще Типа Это Кринж Бля Не Знаю Я так Часто Говорю Сол Кринж Короче Бро Это Очень Крэзи Я бы Обязательно Сказал Своему Другу Типа What The Fuck И Я Не знаю Че За Девочка Ну Типа Я Так Понимаю В каком-то Раннем Возрасте Сколько Тебе Лет Бразик Нахуй Егор Егор Сколько Тебе Лет Мне Кажется Это Кринж Типа Взрослый Человек Так Не Сделать Никогда Типа What The Fuck What The Fuck Типа Это Отношение Значит Супер Детские И Вообще Я Не знаю Бро Ну Если бы Такое Произошло Я бы Такое На нее Посмотрел Сказал Ты Чего Еще Подошел Будь Другу Сказал Бля Брат Твоя Девочка Какая Это Странная Вот Смотри Че Она Мне Говорит Все Б Рассказал Ну Естественно Она Пошла Погулять Если Это Прям Девушка Если Это Какая Телочка В Клубе Которая Типа Ты Мне Нравишься Егор А потом Ко мне Подходит Такая А ты Мне Больше Нравился Женя Я Будь Такое Сказал Посмотрел На Нее Ну Сейчас Уже Ничего Я бы Не Сделал Но Когда Меня Не Было Девочки Я Такое Сделай 360 Молодая Она Делает 360 Я Такой Не Подходишь Вот Короче Да Бро Это Какой То Кринж Что Бо Ты Сделал Если Если Дружбан Не Говорит Откуда Берет Деньги На Стоник Блин Бро Но Это Его Дело На Сам Деле Где Он Берет Эти Бабки И Фюми Потому Что Может Быть Он Скамер Лондон Скамер И Фюми Короче Да Смешно Кучу Денег И Навсегда Уехать Из Рашки Или Как Ты Сейчас Работал Чилил Будь С Другими Рэперами Довелась Больших Успехов Больших Сум Как Сейчас Но Ты Подработал Восприним Подразумеваешь Ютуб Блин Чуваки Вы Не Представляете Насколько Сложно Я Понимаю Что Все Работы Сложны Ля Ля Я Не Знаю Почему Я Типа Всегда Знать Чего Куда Выкладывать Всегда Быть На повестке Дня Типа Чего Чтобы Залететь В какую-то Типа Темку Ну вот Типа Если Музыка То Я Всегда Должен Быть В курсе Чего Куда Как Блин Мне написали Сори Я Немножко Спутался Короче Вы Поняли Чего Я Говорю Нет Ютуб Сложная Короче Темка И я Вот Сейчас Пытаюсь Отойти От Вот Этой Волны Хайпа Типа Я Заебался Прыгать На Хайп Поезда И Делать Контент Тупо Для Цифры Я Хочу Делать Контент Как Я Делал Раньше Для Типа Того Чтобы Другим Людям Было Хорошо И Мне Было Типа Не Стыдно За Свой Контент И Далее Короче Челю Бо Сейчас Другими Рэперами Добивался Больших Сум Как Сейчас Или Я Уехал Навсегда Из Рашки И При Этом Мне Дали На Руки Огромную Сумму Я Не Знаю В Первый Раз Об Это Говорил Или Нет Конечно Я Уехал Из Рашки С Огромной Суммой Тем Более Тут Ничего Не Горюш Про Друзей Про Близких Про Девочек Про Девушку Лол Короче Да Обязательно Я Уехал Вообще С Огромной Суммой Денег Я Был Придумал Что Сделать Я Был В Акции Я Не Знаю Я Был Придумал Что Сделать И Обязательно Был Поехал Я Сумма Огромная Я Был Кайф И Обязательно Был Ехал Что Был Выбрал Говорить Все Что Приходит Тебе В Голову Или Никто Больше Или Никогда Больше Не Разговаривать Вау Это Сложно Это Сложно Говорить Все Что Приходит В Голову Типа Сразу Ж Да Или Больше Не Разговаривать Это Очень Красно Интересный Вопрос Блин Я Люблю Говорить Типа Правду Людям Наверное В лицо Но При этом Иногда Я Просто Люблю Проглатывать Люблю Короче Ну Типа Оставаться С именем При себе И Просто Как бы Отстраняться От людей Короче Я Не знаю Что Делать Вообще Типа Никогда Не Говорить Это Очень Сложно Но Если Говорить Все Что Приходит В Голову Это Можно Ёбнуться Потому Что Иногда Впечатление Может Быть Обманчивым А Ты Уже Такой Типа Вот Сука Не Знаешь Типа Или Никогда Больше Не Разговаривать Вау 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 Мне Кажется Что Типа Все Что Приходит В Голову Это Может Очень Сильно Навредить Хотя С другой Стороны Это Может Это Может Тебе Вредить Вначале А Потом Ты Сможешь Как Б Научиться Контролировать Эту Тему И Твои Мысли Наоборот Станут Pure То есть Такими Чистыми И Настоящими Где-то Ты Возможно Себя Даже Воспитаешь Поэтому Да Наверное Я бы Хотел Говорить Все Что Приходит Мне В Голову Ну Опять же Не Все Типа Вот Я Типа Резко Да В метро Крикнуть Это Вещо Я думаю Ты имеешь Ввиду Вот Именно Такие Моменты Типа Связанные С людьми Да Наверняка Ты бы Где-то Себя И Подучил Б И Короче Да Наверное Я бы Выбрал Первое Потому что Молчать Всю Жизнь Я бы Точно Не Смог Это Отстоянная Темка Короче Вот Поэтому Да Я бы Выбрал Наверное Первое И Где-то Если Я даже Проебывался Я бы Наверное Просто Научился Став Лучшим Человеком Еще При Вот Этом Если Типа Это Умение У меня Появилось В фильме Так Что бы Ты сделал Если Тебе Предложили 10 Миллиардов Долларов С Возможностью Воплотить Какие-то Свои Мечты Но При этом Отказаться От интернета Навсегда Что бы Ты выбрал Выздоравливай Спасибо большое Лиора Вау Прикольное Имя Лиора Лиора Клево Я бы Это сложно Знаешь Во-первых Я не знаю Сколько стоит Интернет Потому что 10 миллионов Долларов Звучит Так Как будто Я смогу Создать Свою Сеть Интернет Какую-то Но Вряд ли Вряд ли Короче Смотрите Если Этих денег Не хватит На новый Интернет И при этом Не останется Хотя бы Там Миллиончиков 50 долларов Да От всей Этой суммы То Я бы Выбрал Первое Потому что Типа Ну Прикольно Интересно Интересно Но Типа Если Если Ты Короче Если Отказываться От интернета Навсегда Это значит Что Вообще Все Это Нереально Короче Наверное Я бы Выбирал А тут Нету Выбора Господи Блять Тут Типа Взял бы ты Эти деньги Или нет Если Возьмешь Эти деньги То Отключится Интернет Вот так Вот Короче Наверное Тогда бы Я бы Не взял Потому что Без интернета Сейчас же Я не знаю Как Опять же Если 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 Только Я не смогу Сделать Какую-то Новую Интернет Я не знаю 110 миллиардов Долларов Наверное Это меньше Чем Сколько Стоит Интернет Наверное Намного Больше Да Типа Это же Вообще Нереальная Сеть Короче Да Наверное Я бы Не стал Брать Деньги Вот Мой Ответ Я бы Лучше Остался В интернете Потому что Я не знаю Я не вижу Свою жизнь Без интернета Вообще Сейчас Нереально Просто И даже Если Я хотел Научиться Жить Без интернета Из-за Того Что Все Люди Сейчас В интернете Я просто Не смог Существовать У меня Бо Бизнес Даже Если Ну Типа Хотя Зачем Не бизнес У меня Здесь Миллиардов Долларов Контактировать С людьми Я бы Тоже Ну Типа Мало Кто любит Звониться Созваниваться Да По мобильной Связи Мобильная Связь Это же Не интернет Ну Короче Да Наверное Я бы Не стал Брать Эти Бабки Ребят Там Еще Были Какие То Вопросы Но Я думаю Что Мы Закончим Я думаю Что Мы Закончим Тем более Следующее Видео Про Отношения Будет Я думаю Что Там Будет Видео Блять Я Извиняюсь Я думаю Что Видео Там Будет Вообще Очень Долго И Как Всегда И Как Всегда Мне Не Хочется Заканчивать Видео Не Хочется Заканчивать Подкаст Ребят Кто Меня Слушает Ставьте Мне 5 Звезд Спасибо Большое Короче Давайте Закончим Все Таки Я Честно Нереально Клево Мне Нереально Нравится Мне Разговаривать На камеру Типа Несмотря На то Сколько Времени Я Это Делаю Типа Сколько Уже Три Год Наверное Мне Очень Нравится Разговаривать На камеру И Что касается Музыкального Ютуба Я не знаю Почему Я сейчас Это Хочу Сказать Мне Мне Обидно Что Мы Не Получаем Того Рекогнишена Того Той Знаете Типа Ну Нас Не Замечают Настолько Сильно Насколько Мы Этого Заслуживаем Наш Канал Чуваки С вами Я не Знаю Остались Либо Много Тут Людей Которые Слушают Меня И Смотрят Меня Именно Вот И Я Не хочу Говорить Что У меня Опускаются Руки Но Короче Мне Прям Это Дико Раздражает В общем Ладно Я не знаю Чему Я вообще Сейчас Это Плету Какой Опять Никотив Чуваки Все Круто Честно Совет Сессии Мне Делать Нравится Я Их Постараюсь Сделать Чаще Я Так Посмотрел Блять Всего Было 7 Штук Очень Странно Мне Казалось Что Их Я Постараюсь Делать Чаще Хотя Я знаю Что Я Это Часто Не Буду Обещать Ничего Я Не Буду Ничего Обещать Потому Что Это Мы Уже Проходили В Фильме Скоро Новые Влоги Я Надеюсь Больше Контента Я Переезжаю В Москву Дубль Два Я Сейчас В Питере Жил Если Что И Совет Сессия Что Ты Сделал Следующая Совет Сессия По Хорошего настроения Где бы вы не были Что бы вы сейчас Не делали Кушайте Не кушайте Засыпайте Не засыпайте Просыпайтесь Или что-то еще Возможно Делайте Шумы Я не знаю О чем я опять думаю О чем-то грязном Ладно Чуваки Всех Обнял Всех Приподнял Увидимся В следующих Видосиках Бай